Тормозные колеса Тормозные колеса Тормозные колеса Многие решают эту проблему Очень долго, болезненно, затратно Пробуют разные смазки Набивают его в этот сальничек Ремонтные размеры Обычно это слабо помогает Кроме того, это чревато тем, что Суппорт может просто банально заклинить После очередного нажатия на тормоз Поэтому я сюда никогда не лез Ничего не трогал Единственное, когда я меняю тормозные колодки Хочешь, не хочешь Нужно открутить вот этот вот бол Выточить направляющую Посмотреть в каком она состоянии В каком состоянии пыльник При необходимости его заменить Смазки там, как обычно Если пыльник не поврежден Ее там нормально достаточно Я никогда не добавлял Хватает мне Износа визуального, явного нету Поэтому я сюда не лезу Проблему люфта я решил вот этот скобой И в принципе все нормально работает Вообще никаких проблем у меня нету Что вам, как новичку, нужно знать О тормозных механизмах вашего автомобиля Ну, во-первых, очень интересный момент Колодки Их можно визуально Одну колодку посмотреть очень хорошо Вот здесь, вот в этом отверстии Ее состояние, толщину Вторую, чуть хуже Нужно заглядывать под более большим углом Но в принципе тоже можно посмотреть Вот здесь, вот в этом отверстии Тоже видно состояние Вот этих вот накладок тормозных Интересный момент Поскольку здесь всего один тормозной цилиндр Он вот здесь вот Соответственно, он как бы давит на вот эту колодку С этой стороны И за счет конструкции здесь одна скоба и вторая Получается, что взаимные усилия И сжимаются вроде две колодки Но на самом деле нифига Потому что вот сюда усилия все-таки больше, чем сюда И не знаю, как у вас Но у меня это точно, вот эта колодка изнашивается быстрее Хотя родные колодки у меня были То они износились одновременно К чему я веду? К тому, что колодка вот эта внешняя Она будет еще в нормальном состоянии А это уже может дотираться У вас будет возникать соблазн поменять их местами В принципе, ничего плохого в этом нет Периодически можно их переставлять местами Для более равномерного износа Более того, я тоже так переставлял местами И у меня на тормозном диске Были такие характерные борозды Но они появляются рано или поздно у всех В большей или меньшей степени Диск на ощупь такой получается шершавый Когда я заметил неравномерный износ колодок Я их переставил местами Обратите внимание Когда вы переставляете колодки местами Даже в масштабах одного тормозного диска Все равно у них разный рисунок износа Поэтому вы серьезно потеряете в эффективности торможения До тех пор, пока колодки не притрутся Поэтому будьте внимательны и осторожны Если вы меняете местами тормозные колодки Это очень опасно Потому что вы привыкли к одному усилию торможения И эффективности А у вас после замены будет совсем другое То есть очень сильно снижается эффективность Особенно первые километров 50 Вам будет казаться, что тормоза вообще отсутствуют Поэтому будьте очень внимательны с перестановкой колодок Ну вот, в моем случае, когда я переставил Колодки притерлись И вот эти борозды выровнялись Сейчас они уже опять начали появляться Но на ощупь был практически идеальный тормозной диск Поэтому это тоже способствует Более равномерному износу тормозного диска Соответственно эффективности торможения И сроку его службы Однако, ничто не вечно в этом мире Изнашиваются тормозные колодки Изнашиваются точно так же и тормозные диски Кстати, интересный момент Я недавно общался с другом У него были проблемы с тормозами Было поздно, ему было некогда И нужно было срочно починить И он заехал на первое попавшееся СТО по дороге И ему попалась СТО фирмы Subaru И очень интересный нюанс Он мне рассказал по телефону Что вот эти мастера автосалона Subaru Ну, у него какая приключилась ситуация После очередного нажатия на тормоз У него пропали тормоза Когда он открыл капот Оказалось, что ушла тормозная жидкость Она вся протекла В общем, ну, ЧП Самое настоящее ЧП Он заехал на ближайшее СТО Можно сказать, доковылял Потому что без тормозов практически И вот эти мастера ему сказали Что вот у вас стерлись тормозные колодки Надо менять Надо менять тормозную жидкость И кучу там ему всего наговорили Хотя на самом деле Он сделал по минимуму Там нужно было менять Они предложили ему там все колеса Вольнули ему сумму 700 гривен Это для автомобиля Жигули 6 модели Он, естественно, отказался Сказал, сделайте мне просто тормоз Чтобы я доехал до дому Хоть как-то плавненько А я там дальше разберусь Ну, так они и сделали Я уже сейчас не помню Детали, по-моему, заменили ему тормозные колодки И он Далили ему, естественно, тормозной жидкости И он доковылял до дома На следующий день поехал к своему мастеру С которым постоянно имеет дело И тот ему сказал одну простую вещь Говорит, да у тебя просто износился тормозной диск Уже до такой степени, что Даже новые колодки Уже когда тормозят Настолько вылазит Вот этот вот поршень Вот здесь тормозной цилиндр Что он вылазит абсолютно И проливается, выходит тормозная жидкость То есть, представляете, какой силы износ Что уже получается, что Через поршень прорывается тормозная жидкость И вот это крутейшее СТО Субару с этими мастерами Предлагало ему за просто огроменные деньги Решить проблему просто замены тормозных колодок Хотя там на самом деле нужно менять тормозной диск Вообще, по регламенту Тормозной диск подлежит замене При его износе в 2 мм От изначальной толщины То есть, вы должны штангелем померить толщину И вот она была базовая, начальная Вы можете посмотреть характеристики И потом по мере изнашивания Вот если вот величина Отличается на 2 мм и больше Тормозной диск подлежит замене Но тут один интересный нюанс Вам нужно иметь ввиду, что Тормозные колодки не прилегают Супер идеально по площади тормозного диска Они, видите, не прилегают вот в этой части Чуть-чуть совсем И, соответственно, в верхней части Они тоже могут не перекрывать И может образовываться так называемый буртик Как показывает практика Вот этот буртик образовывается в 95% случаев И, соответственно, если вы будете просто штангелем замерять То у вас может толщина диска и не измениться по показаниям Потому что буртик как был, так и остался А износ идет внутри Есть вариантов несколько Вариант первый Вам нужно сточить этот буртик Это дороже Это нужно искать толкового мастера И для того, чтобы он проточил тормозные диски И вообще это хлопотно Это просто хлопотно Я вам открою, как можно померить износ Не прибегая к такой сложной процедуре Вы просто берете штангенциркуль Которого у меня здесь нету Берете штангенциркуль Которого у меня тут в гараже, к сожалению, сейчас нету Я его отнес домой и забыл Если вы умеете и в курсе, как пользоваться штангенциркулем То вы в курсе, что там есть такой щуп Он по мере того, как вы сделаете измерение Он, соответственно, тоже вылазит И позволяет измерять глубину в нужном месте Так вот, воспользуйтесь как раз именно вот этой возможностью штангенциркуля Приложите его заднюю часть к тормозному диску И выдвиньте этот щуп Соответственно, разницу, которую он вам покажет, штангенциркуль И будет как раз разница подъема между буртиком и основной площадью тормозного диска Сделайте это вот с одной стороны, со второй Разницу просуммируйте и получите общий износ тормозного диска Метод, к сожалению, не точен Потому что штангенциркуль вы не сможете поставить идеально, перпендикулярно Но для ориентировки и состояния вашего тормозного диска Это очень простой и довольно эффективный метод Потому что на палец тоже можно попробовать Но все равно это не то У каждого свое представление о том, насколько этот диск износился Раз уж мы уже сняли колесо и заглядываем в эти механизмы Давайте посмотрим еще несколько интересных моментов Которые могут вам помочь решить какие-то мелкие проблемы Или побороть какие-то ваши страхи, сомнения Которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля Очень интересный момент, с которым я стыкнулся при замене амортизаторов и пружин Это очень странный металлический скрежет во время проезда Причем он, как вам сказать, он был периодический Я думал, что же там такое Проблема очень простая Если вы посмотрите внимательно, вы увидите вот этот защитный кожух Который защищает диск с внутренней стороны И вот видите, вот этот вот зазор между тормозным диском и вот этим кожухом Получилось так, что вот этот кожух у меня просто был После замены прижат к этому тормозному диску И постоянно черкал Я не мог понять, в чем дело Я догадывался, что дело в нем Но все равно дискомфорт И поэтому я вот его отогнул И проблема исчезла Вполне возможно, что у вас может возникать такая же ситуация Не спешите думать, что у вас что-то где-то шкребет Где-то неправильно тормозные колодки Трут Или проблема с суппортом Посмотрите на этот кожух Вполне возможно, что он решит проблему Ну, попутно, пользуясь моментом снятого колеса Покажу вам еще один интересный момент На который вам стоит обращать внимание Это уже касается больше обслуживания Это уже не является каким-то советом Или хитростью от меня Это просто момент обслуживания автомобиля Заключается он в том, что вот она идет штанга стабилизатора И идет ее тяга к рычагу То есть этот узел стабилизирует движение подвески Таким образом не давая автомобилю раскачиваться И принимать большие углы крена Очень важная деталь В этой важной детали Основным слабым местом являются втулки Вот эти втулки, вот видите, в каком они состоянии Они уже потрескались Вот это еще относительно новые втулки Которые прошли буквально 1020 А вот такими они стали ну тысяч через 15 При условии, что родные втулки Которые стояли у меня еще с салона Они деформировались однозначно Но не потрескались И они прошли 97 тысяч Ё-моё, это все-таки солидно А здесь за 15 тысяч новые втулки Они вроде как оригинальные, джемовские Вот превратились в такой вот хлам Вообще замена этих втулок не является сама по себе проблемой Это все на самом деле просто Единственный нюанс у вас может закиснуть вот эта гайка У меня так и случилось с моими первыми втулками И вот этой штангой Пришлось ее просто тупо распилить Купить новую Слава богу стоит она недорого Поставили новую с новыми втулками И вот езжу я до сих пор Хотя вот если вы видите То вот это вот недопустимо Втулки уже пора менять на новые Но дело в том, что я боюсь, что я куплю новые Потрачу деньги, заменю втулки И это будет опять тысяч на 15-20 Поэтому вот такое качество запчастей Хотя это оригинал, джемовский Но что поделаешь В такой стране мы живем Такие запчасти покупаем Это просто вам для информации Своего рода бонус я вам показал Чтобы если вы новичок в обслуживании автомобиля Хотите все осмотреть своими глазами Пробовать своими руками То вот чтобы вы знали Что такая ситуация недопустима Если видео было для вас интересным Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал А я в свою очередь найду какую-нибудь еще интересную тему Которая позволит упростить вам жизнь В эксплуатации вашего автомобиля Всем пока!